Сейчас мы в эфире Евгений Ашеров, капитан яхты Спарта, навигатор регаты Ньюпорт-Бермуда в составе команды Milky Way с прогнозом событий Around Long Island этого года. Добрый день, и я вас приветствую в этом эфире. Все, кто сейчас нас слушает, кто нас видит, ну и, конечно же, участников регаты вокруг Long Island. Одна из знаковых регат каждого сезона, которая проводится каждый год. И вот в этом году три экипажа от Руссейла, русского яхт-клуба, командор которого в том числе участвует в очередной раз в этой регате, представляет нас, создал команду Руссейла из трех лодок. И каждый индивидуально, а также в общем зачете они соревнуются. Как вы знаете, старт в районе двух часов, адреналин у всех зашкаливает, особенно до начала и во время 10-минутного предупредительного сигнала. И, конечно же, уже после того, как лодки прошли стартовую линию и увидели свои позиции, экипажи заняли более длинные такие вот места, положенные им по ранжиру, сформировали составы смен, поскольку эта регата почти 190 миль, и, соответственно, она будет дневная-ночная, без остановок. Поэтому экипажи обычно делятся на вахты, и, собственно говоря, эти вахты меняются. Иногда, в зависимости от погодных условий, некоторые вахты, которые должны идти отдыхать, но в зависимости от условий, если приходят какие-то штормовые предупреждения, обычно эта вахта продолжает работать. И, в общем, мы надеемся, что вот эта регата не принесет никаких сильных страданий, но мы, конечно, еще об этом поговорим, когда будем разбирать прогноз того, чего предстоит экипажам пройти по этому маршруту. Значит, три лодки, и Александр Натанзон, который комментирует в основном эту регату, конечно же, расскажет больше о том, что такое хэндикап, и каким образом лодки попадают в разные дивизионы, группы по своим характеристикам, и, соответственно, по набору парусов и так далее. Но, тем не менее, мы, на самом деле, смотрим здесь очень важно на тип лодки, насколько она скоростная, быстроходная. Так и, в общем, пытается комитет, который создает вот эти вот группы, они пытаются примерно всех сгруппировать с плюс-минус похожим гоночным баллом. Поэтому вы на экране сейчас видите три наших лодки от нашего яхт-клуба. Это Орион Александр Живкович из Бруклина на Хантере 376-м. У него гоночный каб 129. Они идут без спинакера. То есть это тот парус, который самый красивый, цветной, такой пузатый И который больше всего вы видите на фотографиях, когда вы видите И, в общем, он, конечно, привлекает внимание Ребята идут без него, поэтому у них отдельная группа Следующая, пятая, которая стартует в 14.40 Предупредительный сигнал И потом через 10 минут, собственно говоря, старт идет Это команда Арго, Борис Кисельман на своей Каталине 400 Боевая лодка, которая не раз брала первые места в этой регате И в своем классе, и вообще среди всех лодок И они, конечно же, являются фаворитами На них все время смотрят и прикидываются Куда пошли, как пошли, как паруса настроили Поэтому, кроме того, что на плечах Бори лежит, собственно говоря Нагрузка первого места для своего экипажа, прежде всего Вот, выиграть Ну и, естественно, что весь клуб смотрит, как они пройдут И, в общем, самое главное, конечно же, для всех, для нас Это не только победа, но и участие И без больших синяков, как говорится Чтобы пришли все здоровые, веселые и немножко уставшие И, заключительно, шестая группа, которая стартует через 10 минут после Арго Это Инкор Арсений на своей Бенето 36.7 Недавно поменял паруса, так что он теперь фаворити Много этих лодок Бенето First 36.7 Во флоте, вообще вокруг Лонг-Айленда Кто соревнуется, у них даже есть иногда регаты, как отдельный класс Вот, его лодка побыстрее, чем Арго Поэтому они стартуют чуть позже То есть, более медленные лодки будут стартовать раньше И потом идут все больше быстрые и быстрые лодки И вот, соответственно, Арсений со своим Гантигапом 84 Будет стартовать сразу после Бори В общем, ребята, удачи вам и попутного ветра Держитесь всем 7 плюс футов под килем Так что мы за вас болеем И надеемся, что будут интересные истории в следующем эфире Когда вы финишируете А я сейчас перейду на следующий экран И хотел вам продемонстрировать, в принципе, что это за регата Хоть она и называется вокруг Лонг-Айленда Она, конечно же, не может быть под парусами вокруг Лонг-Айленда Потому что есть часть, которая проходит по East River И там под парусами, естественно, практически никто не ходит Это такая достаточно узкая и сложная речка Со своими течениями И с достаточно высокой интенсивностью судоходства Поэтому, поскольку все ходят только под парусами И двигатель включать на передачу нельзя То есть пропеллер не работает Можно включать двигатель только для того, чтобы подзарядить аккумуляторы В нейтральной передаче То, соответственно, через East River никто не проходит И в финише происходит Glenn Coff Который, вот как вы видите В самом начале, собственно говоря, Лонг-Айленд Саунд А старт с недавнего времени Начали делать вокруг Статуи Свободы Конечно, те, которые, счастливчики, получили места на барже Судейской барже Могут смотреть, как каждый старт начинается с борьбы перед стартовой линией И пытаются друг друга отжать Пытаются найти самое лучшее место для старта С одной стороны, конечно, это длинная регата И, в общем, первые 2-3 минуты не играют никакой роли в конечном счете Но, тем не менее, поскольку это регата, это спорт И каждый хочет быть первым Мы видим, как на стартовой линии экипажи стараются выбрать наиболее удачные старты Собственно говоря, показать, особенно тем, которые болеют и видят их Как хорошо они стартовали Собственно, вся дистанция разбита по таким вот кусочкам Собственно говоря, каждый из них соответствует определенной логике и навигации Которой будет следовать каждый капитан со своим навигатором Ну и я, конечно, хотел бы немножечко дать такое вот вступление по навигации Чтобы отойти от сегодняшней гонки Просто для общего образования, если кто не помнит Само слово навигация, оно происходит от латинского navigation И означает мореплавание и судоходство А в русский язык оно вошло в эпоху Петра Первого Конечно же, он открыл, собственно говоря, эпоху российского флота И отправил учеников в Голландию Вот почему очень многие определения в яхтинге, в парусном спорте И вообще в парусе принадлежат вот этим вот голландским определениям Так что они очень сильно повлияли и обосновались в русском языке В техническом языке, собственно говоря, парусного спорта Поэтому, да, когда вы слышите разные вот грот, гену и так далее Это вот пришло как раз через Петра Первого Который, собственно говоря, организовал и создал российский флот И, собственно говоря, навигация и пошла оттуда Так вот, к настоящему времени, собственно, слово навигация приобрело два значения В таком широком смысле его используют как первоначальное понятие мореплавания Например, зимняя навигация Как вы знаете, когда северный ледовитый закрывается Или наоборот, когда открывают эти проходы И, в общем-то, ледоколы проводят вот эту вот навигацию Зимнюю навигацию, летнюю навигацию Ну и так далее Ну и, конечно, в более узком смысле Навигация – это наука о вождении судна в море По намеченным маршрутам И, естественно, с учетом влияния внешней среды на движение судна И вот мы немножечко коснемся этого Когда будем рассматривать основные эпизоды и прогнозы Каким образом, собственно говоря, наш флот будет проходить эту дистанцию И вот на карте вы видите маршрут Вы видите основные точки От которых до которых обычно навигаторы пытаются прогнозировать скорость И каким образом выстроить некую тактику своей лодки Ну и внешние факторы Вот в левом верхнем углу Расписание ветров А также высота и скорость волн То есть волна измеряется по высоте, а также по длине То есть есть период от каждой волны к другой Ее высота И таким образом мы можем определить Насколько, собственно говоря, влияние на корпус лодки Будет эта волна влиять Потому что, кроме всего прочего, мы знаем ее и еще ее направление То есть ветер Скорость ветра базовой Наверху вы видите во время старта Будет в районе 13 узлов И с порывами до 16 Будет хорошая погода Хорошая температура 74 будет приятно наблюдать И находиться среди тех, которые болеют Непосредственно на стартовой линии Вот Ну и, естественно, для лодки исключительно важно знать Для навигаторов это течение То есть вы можете идти по воде быстро Но относительно, собственно говоря, земли очень медленно Потому что если течение идет против вас То, соответственно, вас все время останавливает И наоборот Если течение в корму То, соответственно, это вам прибавляет И каждый из навигаторов и капитан Начинает монтировать вот эту вот карту Где какие ветра Какие волны А также Течение, которое будет влиять На скорость продвижения лодки Каждая лодка, как мы знаем, имеет Свои особенности Скорость При определенных ветрах Она может быть разная Есть лодки, у которых длинная ватерлиния Есть у которых короткая Но они более легкие И так далее Поэтому у каждой лодки Вычисляется эта скорость Индивидуально И, в общем То, что я вам показываю сейчас И буду показывать Это, в общем и целом Это не является точной характеристикой Того, что мы увидим А особенно Чем дальше от старта Тем менее точно Мои предположения будут работать Но, тем не менее В основном и целом При том прогнозе Который нам на сегодняшний день показывают Я так думаю, что Мы будем С достаточно высоким коэффициентом И с маленькой погрешностью Рассказывать Где, когда и кто будет Значит, еще раз Вот мы в предстартовом режиме Собственно говоря Три дивизиона В которых наши лодки участвуют Александр Натанзон В подробностях Вам будет рассказывать Что происходит А мы двигаемся Собственно говоря От Статуи Свободы До Примерно в 3 часа дня До Бризи Пойнт Собственно говоря Вот этот маршрут Когда 65 лодок будут проходить С 3 до 6 Вы сможете их наблюдать Вдоль Кони Айланд Сможете наблюдать их Манхэттен Брайтон Бич Это должно быть очень красиво Потому что Такая концентрация Белых, черных, серых парусов Вот в такой Достаточно Небольшой промежуток времени Должен вам На самом деле Украсить Вот эту вот картину А заодно Еще один повод Оказаться на берегу И расслабить свои глаза Пообщаться Забыть о всяких Домашних проблемах И посмотреть Насколько красиво Это все происходит Значит Флот Должен прийти В районе Березипоинда Мы предполагаем Где-то в районе Трех часов В районе Шести часов То есть Где-то Три часа Они будут проходить Вот этот вот маршрут Опять-таки Каждый из лодок Может Идти Быстрее Медленнее Мы видим Что ветер Который На сегодняшний день Прогнозируют Он будет В нос И поэтому Скорее всего Мы увидим Лавировки То есть Лодка против ветра Ити не может Она должна Ити под Неким Минимальным Углом Который определяется Настройкой парусов И в общем Умением капитана И поэтому Ходя такими Зигзагами Против Против ветра В конечном итоге Осваивая Вот эту дистанцию Соответственно Мы дальше Смотрим На то Что происходит С нашим Течением Которое будет В это время И мы наблюдаем Что небольшой Прилив То есть Получается Против ветра Против течения Течение Небольшое И оно будет падать Поэтому Фактор уменьшается Течение Но тем не менее Ветер является Конечно Достаточно Большим фактором В общем Поэтому Наши прогнозы В районе 6 Мы должны увидеть Флот Где-то Проходящим И огибающим Бризипой Дальше Следующий Следующий этап Он Идет До Оушен Бич И дистанцию Которые Будут проходить От Бризипойнт До Оушен Бич Примерно 40 миль От старта 50 И в общем Мы видим Что Разные модели Ветров Нам показывают Что это Либо будет Ветер вбок От 13 До 17 В порывах Либо Это будет Уже Попутный Ветер В этот Момент Те Которые Лодки Несут Спинакер Они уже Будут Подготавливать А даже Некоторые Будут Уже Нести Вот эти Легкие Красивые Паруса Надутые В общем Это конечно Потрясающе Когда Особенно Большой Флот Проходит Это всегда В общем Сказочное Такое Явление Вот Значит Мы думаем Что в районе От 2 До 3 Ночи Они где-то Появятся В этом Месте Это Уже Джонс Бич И Чуть Чуть Дальше Вот И Следующий Этап Это Точка Через 35-40 Миль От Стартов 80 Миль Это Уже Где-то Хэмптон Бэй То Есть Вот Эта Часть Она Чисто Океанская Хоть И вдоль Берега Но Естественно Все Что Связано С Океаном Волны Ветер И так Далее Они Естественно Что Влияют На Решения Которые Каждый Капитан И Навигатор Принимают И Соответственно Мы Думаем Что В районе От 4 До 5 Часов Где-то Значит Наши лодки Будут проходить Хэмптонс Бэй И Дальше Уже На Монтог Который Должен Быть Одним Из Основным Таких Вот Моментов Когда Флот Поворачивает И Они Уже Уходят Из Океана И Проходят Через Достаточно Сложный Маршрут Потому Что Есть Мели Потому Что Есть Разного Типа Течения Потому Что Горловина Через Которую Нужно Проскочить Как вы видите И Зайти В Лунг Гайланд Саунд Это Всегда Непросто И В Этот Собственно Говоря Коридор Если Его Можно Так Назвать Обычно Попадается Погода Не Очень Приятная И Короткая Волна Потому Что Бывают Мели И Ветер Разгоняет Эту Волну Вы Видите Что Наше Предсказание Что Ветер Опять Будет В Нос И Поэтому Скорее Всего Ребята Будут Немножечко Бороться Трестись Там Чуть Чуть Вот Ну И Дальше Уже Будут Заходить В Лунг Гайланд Саунд То Мы Предполагаем Что Это Будет Где-то Скорее Всего В районе Трех Часов Дня Это Уже Пятница То Ночью Прошли Вдоль Лунг Гайланд Саунда Океанская Часть Вот И Уже После Того Как Зашли В Лунг Гайланд Саунд Погода Будет Очень Достаточно Приятная Ветер Будет Угасать Постепенно И Идет Прямая Такая Полоса От Точки До Точки Когда Лодки Настроены Когда Идут Собственно Говоря Под Конкретный Ветер И Дальше Уже Начинается Борьба Между Лодками Ну Она Конечно Все Время Идет Но Вот Чаще Всего Лодки Встречаются Опять У Монтока Потому Что Ночью Конечно Флот Не так Виден Как Днем И Вдруг Лодки Опять Собираются Большими Группами Поворачивая У Маяка Монток Потом Заход Через Пламгат И В общем Рассеиваясь Через Лонг Гайланд Саунд Уверенно Идут На финиш В Гленков Собственно Говоря Это Самый Длинный Такой Вот Как бы Отрезок В 65 Миль Ветер Будет По-разному Проводить Наш Флот От Достаточно Легкого Ветра Вбок И Потом Постепенно Заходить В нос И Уже Потихонечку Умирать К ночи В субботу И После Этого Собственно Говоря В зависимости От того Но мы Надеемся Что Все До Вечера Субботы Финишируют Отзвонятся Вот Откроют И Выпьют Холодненького Пива Шампанского И Собственно Говоря После того Как Уберут Лодку Сядут За стол Горячий Горячими Напитками И Будут Делать Как Говорится Разбор Разбор Полетов С Разными Воспоминаниями Особенно Когда Экипажи Разделены На смены То Каждая Смена Вспоминает Что-то Интересное Из Своевое В общем Это Эти Рассказы Откладываются Потом Они Как Вы Знаете Обрастают Большими Разными Дополнительными Элементами И Деталями Которых Скорее Всего Либо Не Было Либо Они Преувеличены В 10 Раз Но Все Радуются В общем Это Здорово И Когда Финиширует Вот С одной Стороны Ты Прошел Эту Дистанцию Все Хорошо Все За Плечами А Через Час Уже Хочется Опять На Старт И Вот Эта Болезнь Любого Парусника Который Участвует В Регатах Она Мы Будем Продолжать Вам Освещать Разные Регаты И Конечно Ж Если У вас Есть Вопросы Русейл Приходите Звоните Борис Кисельман Александр Натанзон И Я Тоже И Многие Другие У нас На самом Деле На Фейсбуке Больше Чем 220 Подписчиков И Любой Может Задавать И Приходить Задавать Вопросы Мы Вас Ждем И С Большим Удовольствием Будем Делиться И Общаться Спасибо За Внимание Опять Таки Экипажам Удачи И Безопасность Это Главное Не Забывайте Аккуратно Получайте Удовольствие Будьте Внимательными Ну и Конечно Все Всем Первого Места Я Был С Вами И Надеюсь Что Мы Встретимся В следующих Эфирах Всего Доброго Спасибо Это был Евгений Ашеров С Прогнозом Событий Rangle Island Этого Года Увидимся Там